Всем добрый день! Сегодня пойдет речь о сдвижной двери Hyundai Grand Starks. Буду показывать вам то, что делаю я при проблеме с роликами сдвижных дверей. Речь пойдет у нас о Grand Starks. Hyundai Grand Starks, неважно какой он, 4, 5, 6, начиная с 2008, то есть не Starks, не Starks, это Grand Starks. И здесь имеется такая проблема, как движные двери плохо открываются, ломаются ручки, стучат, гремят, хрустят при открытии. А там и все, здесь как-то моторы, там какие-то страшные вещи. Сегодня я решил, что это очень важная тема для владельцев именно Grand Starks. Дверь. Вот у нас движная дверь, такая же имеется правая. У нас есть проблемы при открывании, то есть жмем на ручку, и она перестает открываться, и получается вот такая штука. Видите? То есть очень часто вот эти ручки покупают у нас очень часто, очень часто. То есть они всегда есть в наличии, их постоянно заказывают, потому что спрос просто необычный. У нас есть ролик верхний, средний и нижний. Верхний практически не выходит в строй никогда. Вот средний отвечает вот за этот момент. То есть именно на открытии. Вот. То есть закусывает. То есть вот. И у нас здесь стук. Вот, кстати, вот по поводу этого стука потом еще отдельно скажу. Ролик выглядит вот так. Меняли ролик на правой стороне. Здесь и вот здесь. То есть вот видите, какая проблема. Также вот здесь еще есть палец, который тоже ржавеет и потом не работает. То есть этот ролик я снял с правой стороны. Как он меняется? Крепится он у нас на трех болтах. Вот они. Раз, два, три. Для того, чтобы его сменить, как и с нижним, вы можете, вот я, допустим, вот так пользуюсь. Я беру данкратик, резиночку и вот здесь уже смотрю и немножечко раз и вверх поднимаю. Также вы можете использовать данкрат. Даже тот же данкрат, который у вас лежит в багажнике от машины. Можно, не знаю, какой-то пенечек, стульчик, то есть можно позвать друга и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы просто стандартно сменить, если мы берем оригинальный ролик, мы просто отворачиваем три болта аккуратно, поддерживая дверь снизу. Вот они у нас сбоку. Раз, два, три. Под ключ на 12. Когда мы их крутим и отворачиваем, нужно быть очень аккуратным. Во-первых, здесь стекло, которое стоит очень дорого. Во-вторых, то есть везде у нас лакокрасочное покрытие. Вот здесь форточку. Смотрите, мы отворачиваем три болта. Но вот этот ролик, вот он ролик, он оттуда не вылазит из-под стекла. Что нужно сделать? То есть внутри стоит фиксатор. Внутри. Вот он. Он нужен для того, чтобы открыть форточку и проветрить. И вот мы его открываем, выталкиваем на всю. Вот так отходит стекло с зазором, и ролик оттуда выходит. А ролик этот регулируется. Смотрите, видите, вот здесь такой фиксатор, вот он. И у него есть прорезь, он ходит туда-сюда. То есть если кто-то вам скажет, что дверь не регулируется, нельзя ее поднять, нельзя сдвинуть, это вранье. Каждая из петель регулируется. Вот, допустим, вот эта петля, вот у нас гаечка, мы ее ослабляем на 6. На 6 у нас резьба, и подключена 10 у нас гаечка. Мы ослабляем, и вот этот ролик, который у нас здесь стоит, мы можем сместить. То есть вперед и назад. То есть вверх-вниз не регулируется. Только вперед-назад. Так, это у нас первый ролик. Напомню, что он в основном отвечает за именно открытие выдвижения, то есть из кузова, то есть отводит. Все, здесь закрываем. Сейчас, к самому простому, он крайне редко выходит в строе, это ролик вот этот у нас. Сдвижной двери, верхней. Вот он, он крайне редко у нас выходит в строе. И здесь два болта. Здесь есть прорезь. То есть он у нас можно отрегулировать наружу, зазор, и вовнутрь. И самый главный ролик, на котором все, нагружена вся дверь, большая нагрузка. Это у нас нижний. То есть вот здесь он у нас сходит. Советую следить, чтобы здесь не было греть. Хоть как-то, не знаю, продувать, что-то такое. Потому что часто его меняют. И случается вот такое. Смотрите. Вот этот ролик, который я сменил на этой двери. То есть он просто заклинил. И его долго-долго вот так стирало. Поверхность его сделана из пластика. То есть его таскали-таскали в наглую. И даже вплоть до того, что стало уже клепку стачивать. Если вы меняете только сам ролик, он, допустим, идет вот так вместе. Оригинальный. Вот так. Полностью с пластины. Я его не меняю никогда. Это намного сложнее. Меняю только вот одну отдельную часть. То есть которая как раз-то выходит в строю. Нет смысла вытаскивать вот эту часть. Этот ролик. Этот ролик. Если мы посмотрим. Видите отверстие? Он у нас ходит вовнутрь. Наружу. Вот прорези. Раз, два, три. Мы можем дверь отрегулировать. И теперь смотрим вот сюда. Мы ослабляем ограничитель точно так же. И всю дверь. Всю дверь мы можем как поднять, так и опустить. То есть вот если у нас сейчас зазоры, допустим, у многих грандстарксов. Зазоры вот эти не совпадают, да? Вот. То есть вот я сейчас здесь поставил новый ролик. И вот он зазорчик. То есть я ничего не регулировал. Я просто поставил новый оригинальный ролик. И зазоры все сошлись. Хотя до этого. То есть это было где-то миллиметров 6-7 разница. Это то есть все ролики по открытию. То есть как она регулируется. То есть возможно есть еще какие-то скрытые. То есть я сталкивался только с этим. Возможно. Кто-то из вас знает, что можно еще что-то толкнуть, открутить. Я нет. Я не знаю. Так. Дальше. Стук. Стук двери. С движной. Много раз я сталкивался с тем, что вот эти направляющие, резиновые, вот раз, два, вот этот замок, 3-4, и точно здесь так же, и на другую сторону двери смотрим. Смотрите, здесь вот эти части. Прежде чем паниковать, мы смотрим. Много раз я встречался, когда люди жалуются, что стучит дверь, плохо закрывается, эти болты откручивались. Так же происходит и вот с этим замком. Внутри. То есть вот с этим. То есть тоже отворачивается, допустим, с передней дверью. Не знаю, что влияет. Может быть не дотягивает с завода или что-то такое. Ну вот. Такая вещь случается. Еще момент. Смотрите. Дальше. Опять же с дверью. Так. Это по... А, нет. Мы стук не закончили. То есть по стуку. Первое смотрим, просматриваем. Если у нас все закручено, причиной будут являться ролики. То есть так, как ролик стачивает, допустим, изнашивает, дверь падает и не попадает в направляющую и стучит. Так же многие приезжают и говорят, мне нужно сменить концевик двери, потому что моргает, показывает, что открытая дверь и включается свет. Да, моргает она, потому что дверь отошла. То есть отошла. Концевик. То есть у нас стоит здесь. Вот он, с движной двери. И дверь болтается на кочках. И концевик показывает, что дверь открыта. Он, опять же, он не показывает, какая дверь открыта. То есть это надо уже смотреть. Так. Еще. Стук. Вы сменили все ролики. Все отрегулировали. У вас все прекрасно. У вас остался стук. Что может еще? Еще причиной может являться замок. Замок с движной двери. Замка два. Основной впереди, где ручка. И второй сзади. Вот. Они очень часто выходят в строю. Смотрите, что происходит. Вот он, замок. Вот. Мы его закрываем. И смотрите, что. Вот именно на этой машине, я вам показываю, как он разбит. То есть он должен стоять жестко. Это первое. Второе. Этот замок изначально, металлическая часть, она одета в резину. Это такой демпфер. Демпфер. Мы здесь видим, что уже просто осталось одно железо. То есть и вот это гасить, то есть все стуки, должен резинка. Но сейчас там стук идет прям от петли до замка. Это первое. И второе. И мы видим, что замок разбит. То есть вот. И вот отсюда будет весь ваш стук. Опять же, зазор. Если у вас не сходится сзади зазор двери, значит замок. То есть закрылся, но он разбит и отпускает дверь назад. И зазор сзади совпадать не будет. Так, 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 так. Еще. Не спроста мы взяли левую дверь. Потому что на левой двери у нас есть все. Все, о чем стоит рассказать. О проблемах этой двери. Фиксация двери. И смотрите, дверь. Дверь уходит и фиксируется в конец. И все. И не идет. Что ее фиксирует и где находится этот трос? Трос этот находится вот здесь. Вот в этом ролике. Видите, вот этот ролик у нас, который стоит вот так. Механизм находится вот здесь. В верхней части. Здесь даже знак стоит, что ногой не вставать. Вот. Мы отворачиваем вот здесь. Два болта. Подключено 12. Дверь у нас при этом не падает ничего. Внутри этой крышки находится как раз-то замок. То есть механизм фиксации. И вон там видно идет трос. Если вдруг, как это часто обращаются к нам, у вас дверь не фиксируется в конце, вам нужно открутить эти два болта, и вы увидите, что механизм заржавел. Я не видел, чтобы был оборван трос. Не видел, чтобы был износ. В основном там грязь и ржавчина. Мы все это вычищаем. Там трос можно отсоединить именно от механизма, от всего отсоединить. Вытащить все это аккуратно. Разобрать, почистить, смазать. Может быть. И не нужно снимать даже. И все. И вот смотрите, как раз этот стук, когда сейчас мы закрываем, и задняя часть, замок защелкивается, он не срабатывает правильно. То есть он грубо закрывает дверь. То есть вот здесь вот вообще, то есть он ударяется об нее. Ну вот сейчас я оттолкнул его отверткой, и он... А вот так, вот я уже слышу стук. Этот стук будет сильнее и сильнее. Потому что когда я оттягиваю ручку, замок не открывается полностью и ударяется в собачку. Так, и еще момент, еще момент. Почему? Дверь. У нас есть лючок с этой стороны. Мы нажимаем кнопку. Блин. Я клемму не одел. Ну ладно. Когда открывается лючок бензобака, дверь блокируется. То есть там от электрического идет тросик. И мы дверь не можем полностью открыть. То есть она вот так раз и упирается. То есть не дает сломать лючок с заливной горловины. Замок и механизм этого находятся вот здесь. Вот он, внутри. То есть вот здесь. Вот она, на два болтика. Отсюда выскакивает фиксатор, когда открывается лючок бензобака. И не дает его открыть дверь. Фиксирует. Если вдруг опять появляется проблема, то отворачиваем два болта. Брызгаем, смазываем замок. Такое тоже часто бывает. И ваша проблема уходит. Вот на этой двери, уже на правой, была сломана ручка. Вот теперь, смотрите здесь. То есть дверь не открывалась. И вот теперь как работает дверь. То есть здесь сменили только средний. Нижний просто продули, помазали, почистили. Ролики в целом хорошие. Кстати, перед установкой ролика максимально забиваем литоличком вокруг, чтобы именно там влага и грязь не попадала в подшипник. Как после ремонта должна закрываться дверь? Все зазоры у нас сходятся. А вот здесь уже замок. Здесь тоже замок разбит, но не сильно. И вот, смотрите. Слышите? Это стук замка. Как сменить замок? Как сменить замок? Для того, чтобы сменить замок, можно измучиться, не снимая двери, не знаю, истарапать обшивку и снять обшивку. И дело в том, что этот замок у нас прикручивается вот здесь. Вот здесь сзади. Прикручивается на три шурупа. Вот они раз, два, три. Но замок, замок идет с длинным тросом. То есть уже сразу оригинальный. То есть он проходит через всю дверь и крепится к основному замку. А для того, чтобы его сменить, необходимо снимать всю обшивку. Дверь вот эта, она не имеет электрических проводов, потому что электричество у нас проходит вот отсюда. На эту дверь приходят вот они, контактики, видите? То есть когда мы дверь закрыли, на дверь приходит питание. Тросов и проводов к ней нету, снимается она очень легко. Мы снимаем ролик, сзади откручиваем. Также подставляем данкратик, полностью снимаем дверь, укладываем ее на специальный стол для бамперов, дверей. Ложим, скроем обшивочку и меняем этот замок. Замок, да, это довольно часто выходит в строя. Так, и последнее, наверное, чем я хочу поделиться, это замена ручки. То есть вот она у нас сломана. Если мы перевернем, то мы видим, что фиксируется она на трех болтах. Раз, два, три. Вот. Если знать, меняется она очень-очень просто. Во-первых, два болта у нас сразу. Смотрим. Болт раз и два. То есть, ну, это прям проще простого. Проще простого. Потом у нас вот здесь заглушечка. Под этой заглушечкой стоит шуруп под фигурную отвертку. И нам надо снять ручку. У нас там стоит стопор. Либо мы берем крючочек, подсовываем и отгибаем. То есть вытаскиваем стопор и ручка снимается. Либо, даже в том же, есть много видео везде, как люди берут, наматывают кто-то перчатку, кто-то наматывает тряпку какую-то, наматывает. Наматывает туго тряпку или веревку, она давит на этот стопор, нажимает его и ручка вытаскивается. То есть можно так. И все. После того, как мы сняли внутреннюю ручку, сняли, там еще один болт. То есть его вы прямо увидите, то есть он внутри. Этот болт мы открутили. Да, вот этот болт. Никаких тросов, никаких тяг, ничего нет. Вот как есть. То есть ничего не нужно. Видите, он с пружиной. То есть мы просто ее вытащили. Здесь уплотнитель будет. И снова вставили и прикрутили. В принципе, все. То есть делается это буквально взамен на прям не спеша 10-15 минут. То есть ничего сложного и больших денег по замене это не стоит. Ну что, нужно помнить о том, что сдвижная дверь – это большая такая массивная тяжелая конструкция, которая у нас работает. Работает регулярно. То есть она даже при движении, она имеет нагрузку, даже закрытая, то есть давит. И те, кто не имеют понятия, что такое ролик и как это вообще работает, должны знать, что есть моменты, когда можно отсрочить поломку этих роликов. И добавлю, что ролик совсем не дешевый. Да, там, смотрите, дело в том, что там постоянная пыль. Пыль, грязь, влага. То есть, если, допустим, верхний, то у нас почище. Чем ниже, тем хуже. Если у вас есть руки, и вы можете это сами сделать, вы можете снять, помазать, обслужить. И ваш ролик будет работать долго и счастливо. Продолжение следует...